Мариуполь. Город, который 80 дней был в осаде. Где, как в сирийском Алеппо, происходили ковровые бомбардировки. Он до сих пор в оккупации, а люди запуганы. История девушки, которая во время осады вела видеодневник, фиксируя самые страшные события. Был момент, когда я не смогла совладать своими эмоциями. Шокирующий рассказ женщины, оказавшейся в Мариупольском роддоме в момент российской бомбардировки. Мне казалось, что уже просто вся планета взорвалась. Что вспоминают свидетели трагедии в городском драмтеатре, превращенном в убежище. Там очень много людей погибло. Откровение жительницы Мариуполя, прятавшейся в бункере Азовстали. Азовстали. Пропаганда считала таких людей живым щитом. Они не верили, что находятся гражданские. Как все было на самом деле. Город, в котором трагедии, о которых узнал весь мир. Где отработаны самые изощренные методы пропаганды. Где люди были в неведении. Верили, надеялись и выживали. Они расскажут нам правду. Мариуполь. Крупный портовый город. На берегу Азовского моря. И форт-пост, который не давал россиянам наладить сообщения между захваченным ими Крымом и оккупированными городами Донецкой и Луганской областей. Всего в каких-то 15 километрах отсюда линия разграничения. С одной стороны, захваченный Россией Донбасс. С другой, территорией под украинским флагом. Поэтому с началом большой войны Мариуполь стал одной из главных целей захватчиков. Залпы были и медийные. Цель, чтобы жители города без сопротивления приняли оккупацию. Необходимо положить конец планомерному уничтожению Киевом жителей Донбасса. Вискать новости из Москвы особо не надо было. Ведь сюда спокойно добивал сигнал радиостанций, который россияне успели создать на оккупированной части Донбасса. Иногда даже в центре города я мог ловить какое-то там радиореспублика. Там, где вот это вот лепят, что боевики ВСУ нанесли 10 ударов, там, бла-бла-бла. Это все было. Николай три года возглавлял один из самых популярных в Мариуполе украинских телеканалов, вещание которого прервалось в первые же дни осады города. Рассказывает, именно радио россияне использовали как оружие. Подогнали рэбы, да, рэбы, которые колушили наше все. И, видимо, эти рэбы были настроены как-то так, что они усиливали радио их. Это была тоже тактика. Тебя погружают в информвакуум и дают, как бы, выход вот в эту сторону, да. А вот здесь мы тебе скажем правду. Но правда допускалась только своя. Любую альтернативную информацию блокировали как могли. Город был взят в осаду. Российские военные ударили по энергообъектам. Поэтому в Мариуполе пропало электричество. А значит, исчезли связь и интернет. Очень маму хочется обнять. Надеюсь, она там не получила все сердечный приступ, потому что я на средства не выхожу в неделю. Это кадры из видеодневника 29-летней Виолетты, режиссера монтажа из Мариуполя. Она решила документировать все, что происходит в осажденном городе. Снимала на старенькую видеокамеру до тех пор, пока окончательно не сели аккумуляторы. Я не претендую на кинематографичность того видео, если что. Ситуация сложнейшая. У людей нет воды, отопления, газа. На улице минус 6, дома где-то 5 градусов тепла. Воду набираем, грубо говоря, в реке. Если перекипятить, нормально. Мыльный вкус. Все, что она сняла, стало историей, вспоминать которую очень тяжело. Город был окружен российскими войсками. Русские блокпосты ставили сразу, когда брали какой-то район. Появились на улице прострелянные машины. И люди говорят, что при выезде из города их расстреливают. В это же самое время в российских СМИ настойчиво уверяли, все это дело рук неких украинских националистов. И к этой версии станут возвращаться раз за разом, когда будет нужно оправдать трагические события, происходящие в городе. Местным жителям не дают использовать гуманитарные коридоры. Националисты, угрожая оружием, запрещают людям выезжать из города и даже просто передвигаться по улицам. А это кадры, которые продолжала снимать Виолетта. Основным источником информации становятся слухи. У костра как бы все соседи, мы все тусуемся, общаемся. Это вообще как бы единственная коммуникация была. А вот в очередях за водой или гуманитаркой ходили как раз совсем другие разговоры. Гуманитарочку вот выдают. Тогда было не до подозрений. А вот сейчас все больше понимания, что фейки разносили специально. Они запускали своих провокаторов. Я слышал, что Киев уже сдался. Одесса уже типа русская. Это делалось для того, чтобы местные жители, которых оставалось несколько сот тысяч на тот момент в городе, чтобы они давили морально. Самые главные фейки о Мариуполе, которые Россия использует до сих пор, связаны с тремя объектами в городе. Это металлургический комбинат «Азовсталь». Местный драмтеатр, где в ожидании эвакуации укрывались тысячи людей, и нанесение удара по которому Россия до сих пор не признает. И городской роддом. Пожалуй, самый драматичный эпизод, шокировавший весь мир. Трагедия произошла 9 марта 2022. Люди, которые, услышав звук взрыва, бежали к роддому, увидели клубы пыли и дыма, покореженное здание с вылетевшими стеклами и огромную воронку во дворе. Даже не знаю, с чем сравнить. Это просто огромная дыра. Туда спокойно поместится легковая машина. И Россия тут же начала масштабную информационную кампанию, заявляя, что никаких ударов с воздуха они, дескать, не наносили. Якобы имевшее место авиаудар полностью режиссированная провокация для поддержания антироссийского ажиотажа у западной аудитории. А затем и по телевидению из трибуны ООН стало звучать уже другое. Мол, а в чем проблема? Никаких мамочек в здании ведь не было. Местные жители сообщают, что выгнав весь персонал роддома города Мариуполь, вооруженные силы Украины оборудовали в нем огневую позицию. Этот родильный дом давно захвачен батальоном АЗОВ и прочими радикалами, откуда выгнали всех роженец, всех медсестер, вообще весь обслуживающий персонал. Мы тоже слышали, как Лавров рассказывал, нет, там не было никого из военных, кроме роженец, беременных, гражданских детей и людей. У Ольги и Олега Гусак есть право об этом говорить. Их дочь Настя ждала ребенка. И в тот день они дежурили у здания, видели все своими глазами. Эти фото сделаны всего за 30 минут до трагедии. Мы только собрались заносить кастрюли, как бы уже все. И тут Олег закричал, самолет. Какие-то доли секунды. Начали бежать в подвал. Я не добежала, меня ударная волна и вынесла. Больше я ничего не помню. Я кричу, но и пелена перед собой. Ты видишь просто огромный столб пыли. Сейчас семья живет в Европе. Мы не можем разглашать, где именно. Поэтому и общаемся по видеосвязи. Удар по роддому – тема для всех них очень болезненная. Но особенно для самой Насти. Ведь жертвами могли стать и она, и ее малыш. Сына мы назвали Дамир, а ему год и восемь на сегодняшний момент. Их обоих спасло, по сути, только то, что в момент удара девушка находилась в подвале роддома, где оборудовали бомбоубежище. За мной была деревянная дверь. Она полностью вылетела, несмотря на то, что за ней была еще металлическая дверь. Мне казалось, что уже просто вся планета взорвалась. Если нет ничего, крики, стоны. Начали спускать акробавленных рожениц, которым вот-вот рожать. Многие получили контузии. Текла неимоверная кровь. Очень много крови было. Понятно, что в бомбоубежище никаких съемок в тот момент не делали. В объектив фотографов, которые оказались на месте событий, да и то не сразу, попало лишь то, что происходило снаружи. Эти обстоятельства и использовала российская пропаганда. На доброй половине кадров одна героиня, молодая женщина. И вот она то спускается по лестнице в одной одежде, то стоит на улице уже в другой, то изображает жертву на носилках. И то, что до сих пор находятся люди, которые верят, что трагедия в роддоме – постановка, для Насти самое обидное. У меня был один вопрос, почему мы до сих пор не можем смыть грим с моей мамы. Где наши гонорары за вот это вот все кино? И, например, Ирина Калинина, которая погибла вместе с малышом, который не родился. Вот какая ее была роль в их спектакле? С момента удара по роддому не прошло и недели, как случилась новая трагедия. Еще более масштабная. Это Мариупольский драмтеатр, в здании которого прятались от обстрелов более тысячи местных жителей. Вот здесь люди лежат, вот здесь. Это только первый этаж. Недалеко от этого здания в марте 2002-го жила семья Валерия Михайленко. Лера забрала к себе отца, ведь в городе с каждым днем становилось все опаснее. Полностью было темно из-за дыма. Ну, просто дым. Там дом горит, там дом горит, там дом горит, там дом горит. И просто солнца не было видно. Но страшнее всего было слушать даже не звук разрывающихся где-то снарядов, а гул российской военной авиации. Мы знали, что если летит самолет, будет один взрыв, потом через момент, там, какой-то второй взрыв. Эти самолеты летали постоянно. В днем и ночью самолеты летали. Один налетает, сбрасывает бомбы, второй налетает, сбрасывает бомбы. Те, кто прятался в драмтеатре, надеялись, что их-то бомбить не будут. Ведь у входа огромная надпись «Дети», прекрасно заметная с высоты. Поэтому таким шоком стала новость, что на здании, считавшееся более-менее безопасным, упали две 500-килограммовые бомбы. Ее передавали из уст в уста. Мужчина говорит, я только что со стороны драмтеатра его разбомбили. Там очень много погибших. Очень много, говорит, я сам на свои глаза видел. Местные власти и международные организации говорят, что при бомбежке погибли от 300 до 600 человек. Сколько именно, до сих пор не удалось установить. Поскольку тех, кто приходил в театр со всего города, никто не переписывал. Пропагандистские ток-шоу на российском ТВ, где к этому моменту все еще обсуждали трагедию в роддоме, не задумываясь, пошли по старой методичке. Посыпались противоречивые объяснения и версии, чтобы люди не знали, чему верить, и в итоге не верили уже ничему. Они решили сделать картинку. С танков его расстреляли, а потом стали заявлять о том, что Российская Федерация разбомбила культурный центр, есть погибшие. То уверяли, что драмтеатр взорвали изнутри. Звучали и слова о некой новой постановке. Мирные жители по замыслу боевиков должны были стать в этой страшной постановке невольными статистами. Вот такая кровавая режиссура. За месяц, который прошел после этого, ситуация в Мариуполе осложнилась еще больше. Бои шли за каждый квартал, за каждую улицу. 80% зданий к этому моменту были разрушены. Мирным жителям укрыться было негде. И поэтому горожане все больше думали об Азовстале, металлургическом комбинате, где бункеры строились еще в советское время, на случай ядерной войны. Там было 36 стационарных бомбоубежищ. Были запасы. В подземных помещениях завода к тому моменту находилось больше 3000 человек. И военные, и гражданские. Среди них была Юлия Шабанова. Ее муж работал на комбинате, поэтому и решили найти там убежище, взяв с собой даже домашнего любимца – кота Мэйсона. Прямо под нашим подъездом в нашей квартире посыпались окнами. Буквально мы за полчаса собрались, схватили в рюкзачок вещи. Поначалу пытались обустроить быт, как могли. А здесь, в этом техническом помещении, оборудовали кухню. Кто тогда мог предположить, что на Азовстале ей придется провести долгих 58 дней? Полутьма, грязь въедалась в кожу, постоянный холод в разбросанных под землей бункерах, где теснились люди. У нас было 76 человек, 17 детей. Самому маленькому было 3,5 месяца грудничок. Там стояли лежаки такие, досок соорудили. Техническую воду мы сливали с батареи, собирали снег, когда шел дождь. Воду экономили. Экономили и еду, живя в постоянном страхе, что продукты могут закончиться. Корм тоже между животными делили, растягивали. Бывало, ловила себя на том, что мне уже хотелось за ним доесть. Люди искали убежище, но из Москвы постоянно рассказывали, что украинские военные держат их там насильно, под страхом оружия. И этот фейк, который до сих пор качует из сюжета в сюжет, из программы в программу. Боевики свозят мирных жителей на территорию заминированного предприятия Азовсталь, чтобы подорвать его при отступлении. У националистов есть более 200 тысяч человек мирного населения, которых они могут использовать в кавычках по полной в качестве живого щита. Какой еще живой щит, возмущается Юля. И рассказывает, как военные делились с гражданскими едой. Мы видели, что в нашем бункере очень много детей, пожилых людей. У нас уже не осталось почти продуктов. Они принесли нам потом вечером под обстрелами, тоже сильными, мешок макаронных изделий, мешок крупы. Все это время за Азовсталь шли бои. Российские военные постоянно штурмовали завод. По нему били из артиллерии и с помощью авиации. И все время пытались склонить украинских военных сдаться. А для этого развернули информационную спецоперацию. Надеемся, что в ближайшее время эти псевдозащитники украинского народа все-таки сдадутся. Причем делалось все это по тем же лекалам, которые использовались после захвата украинских городов. Это один в один происходило во множестве населенных пунктов. Наладить свою пропаганду, заблокировать любую альтернативу, посеять панику. Нам рассказывает об этом кинолог Алина Панина. Украинская пограничница, которая несла службу в Мариуполе. Ее подразделению пришлось отступить к Азовстали. Работа с собаками для нее теперь еще и свой личный способ психологической реабилитации. Рокса! Рокса! Тетя! Молодец! Пережить ей пришлось столько, что, как вспомнишь, накрывает до сих пор. Мы понимали, что мы в большом окружении. Против авиации мы были бессильны. У нас ничего не было, только автоматы. Первое время держаться помогали новости из Киева. В убежище был Старлинк, и можно было изредка заходить в интернет. Читали в основном Телеграм, а там не разберешь, где правда, где ложь. Ведь российская фабрика троллей создавала каналы, которые выдавали себя за украинские. Затем, возможно, увидев, что сдаваться никто не собирается, россияне сменили тактику. Решили вообще лишить защитника Азовстали связи с окружающим миром. Россияне видели, где большое скопление людей сидит, и сразу туда били авиацией. Предложив и альтернативу. То самое радио, в новостях которого все акценты расставлены так, как надо Москве. И прошиты месседжи и для военных, и для гражданских, таких как Юля. Было какое-то российское то ли вести, ФМ. Я один раз послушала, и потом я разболела с головой. Они не верили, что находятся гражданские, там находятся нацисты, их пособники, их семьи. После того, как защитники последнего форпоста Мариуполя получили приказ высшего военного руководства Украины и покинули Азовсталь, город теперь уже полностью оказался в оккупации. А россияне уже на максимум включат машину пропаганды. Что происходит в Мариуполе, начиная с этого момента, достоверно установить сложно. Информация очень дозирована. В российских СМИ максимально лакированная картинка. А до самих людей почти не дозвониться. Соцсети, такие как Фейсбук, мессенджеры, те же Вайбер или Ватсап, тоже не работают. Мы с трудом связались с несколькими инсайдерами. Людьми, оказавшимися в оккупации, и готовыми говорить откровенно. Они не просто боятся показывать лицо, но и попросили изменить их голос. Здесь очень жесткая ситуация с критикой власти. У вас могут найти гранаты, которых у вас раньше не было. Суд по-любому встанет на сторону обвинителя. Работают показательно, закрывая глаза на все. Иван и Олег сделали для нас эти кадры. Видео, даже на телефон, снималось в течение нескольких дней. Урывками. Ведь это делать опасно. Вот как выглядит сейчас город. Серые, угрюмые, почти безлюдные улицы. Российские каналы постоянно рассказывают, что жизнь тут налаживается. Мол, Мариуполь возрождается из пепла. Объекты сам Путин приезжал принимать. Это маленький кусочек рая сейчас у нас здесь. Это маленький кусочек рая. Будем расширять. Вы посмотрите, что мы делаем там сейчас, на тех территориях, которые мы уже вернули. Мы же строим там город, сад. Но сами жители говорят, что новости о масштабном строительстве максимально преувеличены. И телевизионная картинка очень отличается от реальности. Стройки какой-то я не вижу. Те дома, которые снесли, на их месте сейчас стоят как ловат. Что в этих репортажах правда, так это факт, что город заселяется новыми жителями. Но это просто не вся правда. Ведь эти жители далеко не те, кто жил здесь до оккупации. А люди пришлые. Проезжают в основном какие-то там Дагестан, Таджикистан, Узбекистан. То есть даже не с самой России, а с дружественных республик. Потому что это очень дешевая рабсила. Остались ли те, кто по-прежнему за Украину и считает этот город украинским? Наши инсайдеры говорят, конечно, да. По-любому есть люди, которые говорят, что при Украине было лучше, и все остальное, и так далее. Но многие боятся. Этот страх рождает неведение. Создать его, запутать, стереть грань между реальностью и событиями, придуманными исключительно для картинки в официальных новостях, и есть главная цель пропаганды. И когда герои этой программы делятся, чего хотят больше всего, мечты у всех разные. Но есть в них и общее желание. Самое главное – жить без страха. И когда-нибудь вернуться в свой город, который станет свободным. Моя мечта – показать моему сыну родину. Первое, что я сделаю, это поеду на кладбище, почту память родственников, которые там похоронены. Восстановлю квартиру, встречусь с друзьями и отметим перемогу. Я бы хотела вернуться домой, вернее, на то место. И восстановить справедливость. Чтобы закончилась, наконец-то, война, чтобы наши военные вернулись из российского плена.